Мишки-братишки. В поисках тигра. В предыдущей серии я научил обитателей леса защищаться от капканов. Но где-то в лесу бродит Китти, и мы должны спасти её от браконьеров. Нам нужно найти их и обезвредить. Лесные дикари. Наверное, ночной дождь смыл следы браконьеров. Нужно торопиться, чтобы снова их отыскать. Где это мы? Эй, Вик, ты узнаёшь места? Э, я... Нет, конечно. Иначе тут бы ни одного дерева не осталось. Э, ну, э... Я же сменил работу, и теперь я гид. Ну, мы в любом случае скоро найдём Китти, да? Да. Китти может быть совсем рядом. Смотри, это же олень. Ай-яй, похоже, он ранен. А? Причаливай. А? Кристи! Я помогу оленю, скоро вернусь. Кристи! Так, парни, ждите в лодке, а я за Кристи. Кристи! Вик, Вик, ты куда? Кристи, подожди! Кристи! Кристи! А? Что с оленем, Кристи? Смотри, он ранен, ему нужна помощь. Не бойся, я не обижу. Эй! Сиди, где сидишь. Я думаю, этот парень дикарь. Он мог обидеться, что ты его так назвал. И он хочет есть. Что он вытворяет? Вот, можешь это съесть. Он тикый, он тебя покусает. А? Они его кормят. Не торопись, а то подавишься. Вик, ты знаешь, кто он такой? Обычный человек. Совсем одичал в одиночестве. Эти походники все такие. Ты такой равнодушный, Вик. А ты знаешь блок «Дикие страны»? Нет. В нем как-то рассказывали про пещерных людей. Это наши предки. Нам повезло, что мы такого нашли. Поздоровайся с ним. Эй, эй, я не хочу. Ну же, попробуй. Так я их точно одурачу. Еще один? Ха-ха-ха-ха! Кристи, это опасно. Пожалуйста, не ходи за ними. Ой, не волнуйся, Вик. Я не пропаду. Эй! Ну что с ней делать? Она меня не слушается. Арнель! Нет, это я! Я! Я Морис! Слушай, у нас скоро кончится еда, так что подыграй мне, ладно? Ха-ха-ха, дикари! Смотрите, что у меня есть. Видишь, они совершенно безобидны. Но они столько едят. А если они тут не одни? Что если они и нас едят? Не бойся, они почти вымерли. Это последние дикари. К тому же мы умнее их, так что беспокоиться нам не о чем. Верно. А? Зачем ты достал камеру? Если это настоящие дикари, то надо их сфоткать. Я выложу их в интернет и разбогатею. Какой ты жадный. Какой стеснительный дикарь попался. Твой черед. Подожди. Для блога. Кристи, вернись. Ты все мозги растерял. Забыл, нельзя фоткаться, нас же опознают. Ой, точно. Так и знал, что это не дикари. Надо сказать Кристи. Вид, оленя там нет. Сейчас приду. Сделай вид, что ничего не понял. Арнольд, пошли. Может быть, он нас испугался и убежал? Так даже лучше. Надеюсь, он добрался до дома. Ах, да. Бриара обещал сварить грибной суп. Можем и их накормить и взять с нами. Ни за что. Почему? Потому что... Вряд ли они настоящие дикари. Возможно, они опасны. Нужно задержать их, пока я не придумаю план. Я сделал слишком малофаток. Вик, ты не мог бы взять себя в руки? А ну отдай. Слушайте. Ты и ты и друг. Пошли. Сюда. Похоже, придется действовать жестко. Как бы от них аккуратно избавиться. Кристи, я схожу за водой. Отличная мысль. Думаю, этого хватит. Ого. Я думала, ты сильнее. Эй, Вик, ты в порядке? Ничего, я цел. Просто сегодня не мой день. Они не глупые. Лысый нас подозревает. Девчонка, нет. Надо уходить. Берем все, что у них есть, и удираем. Главное захватить камеру, чтобы потом удалить все фотки. Кристи, обрати внимание. Дикари носят джинсы и ботинки. А этот еще и высоченный. Прекратить. Они просто нашли эту одежду. Какой же ты грубиян. Но, Кристи, стой. Кристи, стой. Тут тебе самое место. Эй, ты чего вытворяешь, а? А ну, стоять! Стой! Минуточку. Хватит. Отойди-ка, Кристи. Стой, стой. Ты говоришь? Но ты же... Вик! Отпусти ее! Сначала я, потом она. Живи! Молодец. Отпусти, Кристи. Отпущу. Когда-то дашь мне свой мешок и все, что в нем находится. Выкладывай, умник! Как вы могли? Мы же вас накормили! Кристи, лови! Поймал! Это не твое! Брэмбл? Ну что, теперь удерете? Славно я схватил воришек. Кристи, тебе больно? Нет, не больно. А ты знал? Да, я знал, что они прикидываются. Нам повезло, что Брэмбл пришел. Конечно, ты знал. А я такая глупая. Ну что ты, Кристи? Кстати, а ты как тут оказался? Вас что-то давно не было. Ивриар послал меня за вами. А по пути я нашел вот это. Откуда здесь эта веревка? Лассо? Здесь были браконьеры. Они не дикари. Они браконьеры. И они удрали. Морис, смотри. Помогите. Я не хочу умирать. Морис, Морис. Бабуля. Обрыв. Да, ты чуть не грохнулся. Ты видел? А вдруг там еда? Пошли посмотрим. Ребята, что-то мы задержались. Пора бы нам возвращаться. А как же тот олень? Лес огромный. Как мы его отыщем? Ребята, а если браконьеры его ранили? Надо его найти. Кристи! Опять. Брэмбл, бежим. Где же ты, олень? Надеюсь, тебе ничто не грозит. Вот же он. Браконьер! Эй, ты! Руки вверх, живо! Эни, сты, санэ. Ты меня слышишь? Отойди от оленя. Он перевязал олень урану. Мишки-братишки. В поисках тигра. В предыдущей серии в лесу мы повстречали загадочных дикарей. Но на этом наши приключения не закончились. Я повстречалась с очень странным мальчиком. Поможет он нам или нет? Мальчик из леса Прости меня. Я думала, ты его обижаешь. Как у него дела? Кристи! 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 Кристи, куда ты подивалась? Ребята, я здесь. Все в порядке. Идите сюда. Би? Брэмбл? Тут мальчик? А? Брэмбл сказал, что на вас кто-то напал. Да, какие-то психи. Брэмбл их напугал. Это точно. Шансов у них не было. Возможно, они где-то неподалеку. Завтра, на всякий случай, мы их поищем. Мы и так много времени потеряли. Нам нужно искать Китти. Я прав, Кристи? Кристи! Ты что, не слушаешь? Я... Я согласна с Бриаром. А? Ага. Успокойся, Вик. Лучше перестраховаться. И мы не задержимся. Какой чудесный денёк. Доброе утро, Бриар. А? Ты случайно Кристи не видел? Я думал, она уже встала. Может быть, она всё ещё спит? Эй, Соня, вставай. Кристи, проснись и пой. Солнце уже высоко. Сейчас выйду. Сейчас. Я уже встала. Сейчас выйду. Ты уж поторопись немного. Нам давно пора в путь. Иду. Как уж эти дети. Вечно что-то случается. Наверное, она вчера очень устала. А? Что? Кто? Неужели браконьеры? Скорее за ними. Ага. Ну всё, я готова. А? Куда все подевались? Неужели они бросили меня? И куда же они пошли? Может быть, сюда? Они могут быть где угодно. Смотрите в оба. Бриар, Брэмбл. Что ты нашёл? Смотрите. А, запуталась. Надо её освободить. Браконьеры. Улетай. Что? Флейта. О, нет. Мы забыли про Кристи. Эй, Морис. Слушай, я больше не хочу быть клоуном. Да ты вечный клоун. Олень. Хватит смеяться. За ним. Подожди меня. Бриар. Бриар. Брэмбл. Эй, Вик. Вы меня слышите? Ребята, ну где же вы? Ау. Это ты. Я узнала. Хе-хе. Ножка заживает. Вот здорово. Слушай, я ищу своих друзей. Двух медведей и лысого дядю. Всё равно спасибо. Погоди. Помнишь, вчера мы видели мальчика? Он потерял свою флейту, и я хотела ему её вернуть. Спасибо тебе, дружище. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой. Не так быстро. Я не привыкла. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ох. Смотри, сколько одуванчиков. Хе-хе-хе. Мне нужно найти флейту. А? 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 Не трогай. А? Они ещё не готовы. Время ещё не пришло. Это ты. Время ещё не пришло? Что ты имеешь в виду? Каждая семечка мечтает улететь и обрести новый дом, пока они растут. А-а-а. Но скоро уже полетят. А если не будет ветра? Он будет. Ветер давно дружится дуванчиками. У них уговор. А-а-а. Кажется, это твоё. А? Ты нашла флейту. Спасибо. На здоровье. Я Кристи. Меня зовут Сарта. Как я мог забыть? Это толстяк. Он твой? Да. Да. Не бойся. Они просто есть хотят. Не жадничай. Какие милые. Кристи. Кристи. Поднимайся. Смелее. Кристи. Сюда. Ух ты. А это что? Ничего себе. Ты здесь живёшь? Это ты нарисовал? Ты очень любишь оленей, да? Конечно. Олень и моя семья. Ты что же всю жизнь провёл в лесу? Я дитя леса. Лес — это мой дом. Как же прекрасен этот лес. Мы должны беречь и оберегать его. Скажи, почему ты живёшь на дереве? Я должен защищать свой лес. Чем выше заберёшься, тем дальше увидишь. Я вижу приближение опасности. Отсюда мне видно всё. Браконьеры не должны дальше вредить лесу. Мы с друзьями пытаемся им помешать. Кто твои друзья? Это Бриар и Брэмбл, Мишки-братишки. А ещё Вик. Он наш гид. Без них я бы сюда не добралась. А что ты вообще тут делаешь? Я ищу свою подругу. Её зовут Китти. Она тигрица, и я надеюсь, что с ней всё в порядке. Красивая песня. Спасибо. Я желаю тебе найти подругу, Кристи. Угу. Китти! Я найду тебя! Обещаю! Я так устал. И проголодался. Интересно, куда подевалась Кристи? Что? Брэмбл, Вик, идите сюда, скорее. А? Вам нужно это увидеть. А? Вот мы и нашли браконьеров. Мишки-братишки. В поисках тигра. В предыдущей серии мы с медведями убрали капканы, которые браконьеры расставили по всему лесу. А ещё мы гнались за странным типом, который тоже мог быть браконьером. Мы должны поймать негодяев. ЛОВУШКА НА БРАКОНЬЕРОВ Вы только посмотрите. А? Они замаскировали лассо. Попасть в него очень просто. Лассо, да? А что это? Вот представь. Идёт зверь, цепляет лапой верёвку. Камни двигаются и опускают дерево. И когда оно выпрямится, зверь на нём повиснет абсолютно беспомощный. Ммм. Кошмар! Это же опасно! Нельзя, чтобы это безобразие тут так и осталось. Вот бы нам с его помощью поймать браконьеров. Что скажете? Есть идея, Вик? Ээээ... Хмм... Придумал. Я знаю, что надо делать. Видел его? Ничего я не видел. Он только что был тут. Ищем дальше. Не мог же он исчезнуть. А? Вон же он! Эй, Арнольд, смотри. Ты его нашёл? Покажи. Вон он! Наконец-то мы поедим! Балбес! Тссс! За ним! Он убегает! Помогите! Помогите! Бежим! Скорей! Помогите! Думаешь, это и хватит? Супер! Бриар, ты готов, дружище? Конечно! Брамбл! Двигай! Ой, Бриар, осторожней, не упади! Неплохо! Вик, мне кажется, твой план небезопасен. Не волнуйся, я не пропаду. Поверь мне. Да, Бриар будет притворяться и громко лает. И они объявятся. Эй, Эй, Эй! Вик, медведи не лают. Да, я знаю только говорящих медведей. Брэмбл, пошли. Бриар, мы вернёмся. А, что ж, думаю, мы пришли. Прячься. Ага. А теперь мы будем ждать, когда появятся браконьеры. Несчастные комары. Кышь отсюда! Кышь отсюда! Спасите! Помогите мне! Где же они? Не хочу тут до вечера провисеть. Комар? Лети, лети, лети! Кышь, кышь, кышь! Не кусайся! Кышь! Лицо, как больно! А я тебе советовал майку надеть на лицо. Видишь, меня-то никто не кусает. Я красавчик. Смотри, какой. Ай-ка-ка. 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 В следующий раз его схватим. Помогите. Мне нужна помощь. Я большой медведь. Я попался в капкан. Все в порядке. Это не то, что ты думаешь. Эй! Арнольд, ты слышал? Это наш большой куш! Кто-то попался. Смотри. Птицы, что-то стряслось. Мне нужно идти. Я с тобой. Уходи. Тут опасно. Это не то, что ты думаешь, ясно? Я в норме. Спасибо, но уходи. Тут опасно. О, нет. Олень. Вик, может, надо помочь? И все испортить? Нет. Черпи. Мы их поймаем. Вон он. А? Это медведь? Или собака? Да уходи уже. Морис, смотри. Мишка запутался. Как курица. Ему не шевельнуться. Как странно. Как он туда попал? А чего жаловаться-то, а? Он в капкане. Мы идем, быстро хватаем оленя и удираем. Это же просто. Уходи отсюда. Нет. 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 О, нет. Держись. Я сейчас. Не дергайся. Так только хуже будет. Ха-ха. Ну вот и чудненько. Бежим. Я пошел. Замри. Я сейчас. Там олень. Там олень. Что? Что это было? О, нет. Что же нам делать? Потерпи, олень. Сейчас я тебя спасу. Стой. Олян, колючки. Ты можешь поранить оленя. Я спас эту птичку. Это чудо. Вот здорово. Они снова вместе. Значит, ты сам туда. Спасибо за ужин. Хе-хе. Держи. Кристи, попробуй суп. Хе-хе-хе. Такой вкуснятины я в жизни не ела. Можно мне добавить? Конечно. К тому еще? Ах, еще один день прошел зря. Ну, не совсем. Ловушка сработала. Браконьеры далеко не ушли. Их ничто не остановит. Этих-то мы поймаем. Но нужно что-то делать с остальными. Он прав. Сегодня мы сделали первый шаг. У меня идея. Я создам блог о том, как мы выслеживаем браконьеров. Пусть все читают и делятся с друзьями. А потом снимем фильм о вреде браконьерства. Отличная идея. Ой, вкуснятина. Ой, вкуснятина. Кто-нибудь хочет добавить? Да. Я тоже хочу. А ты попробуй отними. Идет. Я голодный. Хе-хе-хе. 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 О? Завтра мы уходим. Я запомню это место. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хватит, отдай мне зуб. А? Ух ты! Ветер пришел. Все верно. У них же был уговор. Смотрите. Одуванчики. Они разлетаются к новым домам. Как мило. Уговор между двумя друзьями. Ох, как красиво. Никогда такого не видел. Утки с рисовых полей поедают саранчу. А нам достается вкуснейший рис. Только теперь саранча набросилась и на поля, и на лес. Сможем ли мы остановить прожорливых паразитов? В следующей серии развернется Великая война с саранчой. Этот ласковый бриз, солнце, луч золотой. Я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, века, моря и горы, это мой дом. Лес, века, моря и горы, это мой дом.